В белорусской столице в рамках пролайф-акции «Вместе в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей» стартовала серия научно-практических семинаров «Роль здравоохранения в решении демографической проблемы, значения, принципы и методы предобортного консультирования». Первый из них прошел на базе Минского клинического родильного дома номер два. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Беларуси и Белорусская православная церковь. Мы ожидаем снижения искусственного прерывания беременности, потому что в рамках этой профилактической акции у нас в течение одного дня не будут проводиться искусственные прерывания беременности. Мероприятия данной акции направлены на обмен опытом по проведению психологического консультирования, направлены на снижение количества искусственных прерываний беременности, на формирование позитивного отношения молодежи к отцовству, к материнству, к понятиям семьи. В семинаре приняли участие ведущие специалисты в области предобортного консультирования из Белоруссии и России, а также медработники, священнослужители и волонтеры. Опыт российского региона в этой сфере на форме представила Елена Рагулина, руководитель проекта «Ты не одна» – всероссийской демографической программы «Святость материнства». В каждой епархии практически сейчас создан центр кризисной беременности, центр защиты материнства, а в государственной структуре называется центр кризисной беременности. На самом деле, да, создаются дома для мамы, как это называется, создаются какие-то гостиницы социальные. При 95% нам хватит, то есть каждая женщина идет на консультацию, 10% сохраняют, это точно, да, но в некоторых регионах есть больше, процент эффективности где-то чуть меньше. Второй Минский клинический родильный дом, площадка для проведения семинара, был выбран не случайно. В его стенах ведется активная работа по профилактике абортов, по результатам которой, как правило, 10% женщин принимают решение сохранить жизнь своему ребенку. В нашем роддоме ведется активная работа по профилактике абортов, по предабортному консультированию, работает психолог, каждая женщина проходит консультацию психолога, ну и, как правило, 10% женщин принимают решение о пролонгировании беременности. Аборт – это убийство ребенка, жизнь которого зарождается с момента зачатия, и позиция церкви в этом вопросе, в отличие от светского мировоззрения, непреклонна. Либеральное отношение к абортам, по мнению духовника и волонтера Центра поддержки семьи и материнства Матули Протерея Павла Сердюка, дает серьезный вызов демографическому будущему Беларуси. Тенденции, которые особенно сильно проявляются в западноевропейском мировоззрении современном, да, они начинают, в общем-то, и такое, в кавычках, достойное место занимать и в сознании нашего общества. Поэтому церковь вновь перед вызовами, либеральное отношение к аборту, приемлемость аборта, жесткие репродуктивные установки, которые существуют в обществе, дают очень серьезные вызовы будущему нашей республике. Работа белорусских пролайферов, как и с числа медработников, так и волонтеров, уже приносит положительные результаты. А в мае этого года запланировано проведение масштабной республиканской акции в защиту жизни. Информационный портал Соборубай для православного телеканала «Союз».